Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители тип-канала Daily Europe Online. У меня в гостях сегодня, как всегда, по субботам Соломир Майман, заместитель и руководитель Института по безопасности в Варшаве, в прошлом директор агентства по инвестициям и информации Польши, Мартин Малек, политолог, независимый из Австрии, Евгений Кудр, журналист из Германии. Ну что ж, давайте, коллеги, пройдёмся по актуальным темам. Начнём с обострения отношений между Польшей и Украиной, которое не утихает. Мы слышим достаточно радикальную риторику с обоих сторон. Ну как радикальную? Естественно, что поскольку идёт война, всё равно стороны понимают, что нельзя сказать того, что может помешать взаимодействию на фоне войны. Но риторика достаточно радикальная, причём, как всегда, в эту риторику втягиваются не только политики, но и эксперты, и обычные люди. И, что называется, любви до ненависти – один шаг. И всё на почве проблем с транзитом украинского зерна, которое чинит Польша. А с другой стороны, мы видим, как Румыния с радостью, собственно, готова выступить транзитёром украинского зерна. Господин Маймин, вот с польской стороны оцените то, что происходит между двумя странами в этой сфере, и как обстоят отношения Польши, ну, скажем, и к этой ситуации в целом к Украине. Ждите мне исправить только одно слово. Проблем с транзитом украинского зерна через Польшу никаких нет. Вопрос касается экспорта украинского зерна в Польшу и в некоторые другие страны Центральной Европы. То есть произошло то, что мы предсказывали неделю назад. Во-первых, Евросоюз, госпожа фон дер Лайен, решила не продлить запрет ввоза украинского зерна в страны Евросоюза. Это раз. Во-вторых, Польша решила не подчиняться этому решению госпожи фон дер Лайен. И к Польше присоединились еще две страны, то есть это Словакия и Венгрия. Три страны, которые до сих пор тоже возражали ввозу украинского зерна, то есть Румыния, Чехия и Болгария, поменяли свое мнение. Румыния решила заработать большие деньги через развитие своих дунайских портов, а просто-напросто болгары и чехи решили, что вот дешевле покупать украинскую кукурузу, чем возить ее из Южной Америки. У польского правительства не было выхода. То есть вывоз дешевого украинского зерна обозначало разорение для довольно влиятельной группы польских граждан, то есть примерно 12-13% населения от сельских местностей, фермеров, которые решили, что ввоз украинского зерна, это просто-напросто дампинг. У польского правительства не было еще по этому круглого выхода, потому что мы сейчас в разгаре предвыборной кампании. И премьер-министр Моровецкий и его министры должны были доказать, что вот они защищают экономические интересы польского производителя. Правда такова, что вот польские производители, ну примерно там среднее сельское хозяйство в Польше, это 80-90 гектаров, не в состоянии выдержать конкурентную борьбу с олигархами, которые стали наследниками украинских колхозов. К тому еще труд в Украине все-таки намного дешевле, чем Польша. Другого решения никто бы в Польше не одобрил. Никто. К тому надо еще добавить, что вот, по моему мнению, не были использованы все каналы, чтобы как-нибудь договориться с Киевом насчет менее резких решений. Комиссар Евросоюза по сельскому хозяйству предлагал, чтобы, скажем, выплачивать украинцам 30 евро за каждую тонну зерна, который переходит через Польшу, в польские, балтийские порты. Потому что украинские экспортеры не хотят ними пользоваться. Это дороговато все-таки. Ну, этот запрет в определенной степени, как уже доказали последние два месяца, в определенной степени эффективный. Почему? Потому что вот возьму украинское зерно транзитом, транзитом в Польшу он с каждым грузовиком, с каждым контейнером ездит через всю Польшу, польский таможник, чтобы ничего дурного не произошло с этим грузом. Скажем, транзитом зерно переехало, пересекло границу с Германией, тут же через полчаса она возвращается, не как украинское, но немецкое. И тут уж никаких-никаких ограничений, конечно, конечно, нет. Если бы хорошо подумать, можно было прийти к какому-то другому выходу. Не было никакой готовности, я бы сказал, ни с украинской стороны, ни времени с польской стороны. То есть Польша, польская перерабатывающая промышленность, одна из самых современных и самых передовых в Евросоюзе, потому что она была построена намного позже, чем в Италии, Франции и Германии. И поэтому Польша является один год первым, другой год вторым экспортером, экспортером нет переработанных сельхозтоваров. Договориться с украинскими предпринимателями, что он будет покупать и перерабатывать это в Польше и переработанное продавать можно было, но для этого требуется, конечно, время. Другого выхода, я считаю, у польского правительства, которое было одобрено польской общественности, просто не было. Но, что интересно, нам надо, я думаю, задуматься каково будет место Украины в будущей архитектуре Центральной и Восточной Европы. Это еще раз повторяю. Идет война, и все эти конфликты, связанные с зерном, историей и так далее, не имеют такого решающего значения, потому что никто не сомневается, ни левый, ни правый, тех, кто за запрет в воззазе на то, те, кто против, что надо полностью поддерживать Украину в борьбе с Россией. Вот, если на почве это близкого альянса, близкого сотрудничества поляков с русскими, ну, казалось бы, отличных отношений между президентами обеих стран, не удалось ничего лучшего придумать, чем вводить запрет, это значит, что вот и впредь не будет так очень приятно и легко. Да, спасибо, господин Майман, за такое интересное выступление, поэтому просто давайте, учитывая то, что у нас идет время, перейдем к следующей теме, это именно антисептизма Путина. Напомню, что во время Восточно-экономической форумы, которая проходила во Владивостоке, Владимир Путин вспомнил об Анатолии Чубасе, бывшем руководителе Фонда государственного имущества России, позже вице-премьер России, позже руководители РАО ЕС и в завершение руководители Роснана. Собственно, Путин заявил о том, что Чубас прячется в Израиле под именем Мойша Израилевич, но мы понимаем, что такое намеренное использование, скажем так, да не коверканных имен, а просто еврейских имен как бы нарицательным образом всегда говорит, ну, всегда идентифицирует человека как антисемита, да, либо человека, который, не будучи антисемитом, просто пытается играть на антисемитских нотках в обществе, потому что своего Путина сложно заподобствовать антисемитизм, у него очень много друзей евреев, те же самые Ротенберги и так далее, и так далее. Вот у меня вопрос господину Малику, вот это вот обращение к Чубасу, самое главное намек на то, что, в принципе, у Чубас, Чубасу, наверное, есть чего бояться, раз он прячется, да, действительно, ведь он руководил, говорит, Путин Роснана, там выявили некоторые проблемы. Вот это мне очень напомнило ситуацию с Ходорковским 2003 года, в феврале, когда на знаменитом заседании РСП Путин заявил Ходорковскому, да, у вас есть, ой, да, вы построили очень успешную компанию, у вас нет никаких проблем, но согласитесь, и к вам были все время вопросы. С этого момента начались фантастические претензии к Ходорковскому, что он чуть ли не сам себя украл нефтью, но мы помним фабула этих обвинений. Господин Малик, вот, на ваш взгляд, выпад конкретно в отношении Чубайса, да, при том, что об Оложи Путин говорил основателю Яндекса, который, кстати, тоже уехал в Израиль, как очень, ну, то есть, очень корректно говорил, да, вот, вот с чем вы связываете выпад в адресе Чубайса? Ну, сначала я хочу сказать, что я к Чубайсу никогда хорошо не относился, как раз наоборот, причем, начиная с Тиван Острихи, вот эту врачную приватизацию, это еще, ну, не только он, но вместе с другими, они себе придумали, ну, безусловно, с участием Чубайса, и, как-то, далеко, в этом году в Москве учился, я оказался свидетелем вот того, что только происходило с этой врачной приватизацией, я просто слепой видел, что это жуткий провал и совершенно дурная идея была. По поводу чего? По поводу этой врачной, по поводу приватизации, потому что очень, чудо, не просто тучи, после того, как и стали эти бумажки, появился черный рынок, на котором торговали вот этими врачами. господин Малик, я вас перебью, я советую зрителям почитать книгу о приватизации. Так, я только, я только, только, я хочу, я не хотел долго об этом рассказывать, я только хотел. Не, не, господин Малик, маленькая, короткая ремарка, я не буду занимать ваше время, просто я хотел сказать следующее, что да, приватизация в многом была несправедливая, абсолютно правая, она была детская, но аргумент Чубайса всегда был следующий, извините, у нас была коммунистическая дума, поэтому мы не могли проводить приватизацию так, как мы хотели. С другой стороны, извините, мы не Польша, мы не восточно-европейские страны, это огромная Россия, огромная страна, и когда пошла вакханальная приватизация, то есть попросту с помощью нелегальных схем или полулегальных схем начали забирать из государственной собственности предприятия, единственная возможность у той власти в России остановить этот процесс просто дикого запада, хоть как-то урегулировать процесс приватизации, да, несправедливо, но хоть как-то в рамках закона. Спрашивается, какого закона? В 1992-1993 годах коммунистической думы даже еще не было, эта дума появилась только в начале Ну, подождите, Верховный Свет Хазбулатова постоянно блокировал работу правительства. Я это прекрасно помню, я это очень хорошо помню, я был сам свидетелем всего этого. Я хотел бы рассказать, я не хотел вообще вступить в такую тиную дискуссию о приватизации девяностых, это сегодня вообще-то не наша тема. Я хотел на то, как холодко упомянуть, чтобы давать понять вот вам и свидетелям, что я слежу за карьеру этого человека достаточно давно. Я все-таки до некоторой степени знаком с его творчеством, могу только повторить, что я плохо к нему отношусь, и я ему сейчас не сочувствую совершенно. И идеологически очень гибкий человек, который в 90-х работал на Ельцина, потом он правильно перешел к Путину и позже, чем 20 лет. На этого Путин работал, и ему в голову не приходилось за 20-летия, что здесь что-то не так, не в ту сторону. То есть человек либо не замечал, либо ему было это то лампочки, сквозь его последнее, что Россия превращается из авторитарного государства в тоталитарное. Или они решили, как всякие другие, как всякие так называемые младые форматоры, ну, как же его гайдер умер давно, это мы знаем, и он давно отстранил от всех государственных, но темно, всякие другие оставались в путинской элите, но откуда на например, до всяких других, и до Чубеса. И они ничего плохого тут не находили 20 лет работать на Путинской. Кириенко, хочу обе с одной упомянуть, это особенно печальный пример. Напоминаю, что он каждого три месяца и над ними сливались, называя его киндер-сюбризом, но тем не менее, это бывший кремьер-министра России, которому вообще не стыдно уже 20 лет работать на Путина. Вообще, я не говорю, будто это совершенно нормально, будто это, я не знаю, будто хороший тонн этого требует. Что касается вот Мойша Израилевича, я не согласен с вами, когда вы сказали, что Путин антисемитрия. Я слышал об этом долго, тоже, тоже, с 99-го года. Ну да, может быть, мерсавец все-таки, авторитарный правитель, ну и после начала уже большой войны из Украины. но да, все действительно, еще хуже стало, мы вообще его не уже узнаем. Я с 99-го года знал, что за человек, извините, это можно было видеть. Это, во-первых, и во-вторых, я Путина всегда ждал антисемитрия. Всегда, с самого первого дня. По по разным причинам. Во-первых, в политической элите России это не только неплохо, это как раз наоборот. У них хорошие манеры, хороший тон общения этого требует, издеваться над этими мощными израильевичами. Вот это, я это столько раз видел, сам слышал, господи, интернет вообще не нужен. что они там говорят в этом Кремле после второй румочки водки в отношении именно антисемитизма. Я это себе представляю без всякого труда. Кроме того, я напоминаю, вот что тут Лавров сказал в прошлом году, вот о еврейской крови Гитлера. И, ну, особенно в Израиле естественное возмущение. И, по-моему, если моя память не изменяет, сам Путин позвонил премьер-министру Израиля и, ну, я не знаю, извинился, ну, скорее всего, он не сказал, я извиняюсь. Я попытался как-то, ну, вот, ну, так сказать, успокоить людей. что по поводу этого большинства извиняюсь, что меня еще вращает и точно не раз вращает. Это то, что на Западе, я не знаю, как в Польше, да, господин Майман, я не знаю, что, как это у вас воспринимали, но в Западной Европе об этом почти практически не говорят. Об этом СМИ либо молчали, либо коротко, где-то вскоре упоминается и все. И это действительно, вот это, господа, заставляет задуматься, что такое чуть ли не полностью игнорируется. В этом скандал для меня заключается не только в том, что Путер такое сказал. Это самое ясное, что это скандал. Но еще есть второй скандал, что на Западе на это практически на Западной Европе, в Восточей Европе, не знаю, я не могу читать поиски газеты, но у нас по-моему основные выпуски новостей и радиотелеведения это молчание. Это просто не упоминается. Западные политики не комментируют. Тут никто не сказал людей с ума сошли. Как вы можете спокойно относиться к такими сказанным? Вы еще ходите вести переговоры с этим же Путином, который устраивает геноцидальную войну и еще такое себе позволяет. Вот это два скандала в одном прокуре. Здесь ситуация более ясная понятна, потому что в Украине это заявление срезонировало, потому что Россия страна агрессор, напала на Украину, оккупировала часть территории. Естественно, что Россия, российская политика стала частью украинского дискурса. У нас не слазят с каналов представителей российского оппозиционного эстаблишмента, российских эмигрантов. И в этом смысле, конечно, в Польше, в Австрии подобные заявления не резонируют, просто потому что они не живут российской политикой. А в Украине в силу того, что россиян агрессоры живут, в какой-то степени российская политика, равно как Россия живет украинской политикой, взять даже доклад Караганова, о котором мы уже поговорим в следующий раз, на доклад, особенно то, что касается Украины. Евгений, у меня к вам такой вопрос. Вот, собственно, Путин, заявление Путина в отношении Чубайса. Стоит ли нам ждать действительно какой-то кампании против Чубайса и почему вдруг о нем помнили? Ведь ему дали уйти, он честно отработал. После того, как он перестал быть голосом, он был советником Путина по устойчивому развитию. То есть, советником, очевидно, который выполнял какую-то коммуникацию с Западом, не публичную. Ему дали уехать из страны, наверное, дали увезти какие-то деньги. А почему сейчас именно о нем вспомнили, как вы считаете? Ну, я никогда не верю в случайности, хотя инициатива исходила не от самого Путина, потому что ведущий этого экономического форума задал вопрос, знает ли Путин такого английского экономиста, который напечатал статью в таком известном журнале профессиональном. Это была такая издевка. И когда Путин услышал фамилию Чубайса, он уже решил продолжить. Не, но вы понимаете, что все эти экспромты... Ну, понятно, что это было заранее, это понятно, что это не было экспромтом, не было, как хорошую шутку планируют неделю. Понятно, что для Путина это не было неожиданностью. Это все с ним было загласовано, мы это все прекрасно видим. Но со стороны казалось, что вот это такая была зарисовка. Насколько я понимаю, действительно, к Чубайсу не было таких серьезных вопросов финансовых, хотя Путин в этом же выступлении сказал, что там «Роснана» это огромная финансовая дыра и дал так понять, что не все там чисто. Но мне непонятна формулировка, что значит Чубайс сбежал. Он не сбежал, он уехал таким образом высказав свое недовольство или можно грубее сказать протест против этой войны. И если действительно к нему какие-то есть вопросы... Кстати, Чубайс ответил, вы слышали, да? Ну, не слышали, наверное, знаете, его реакцию, он сказал, что никуда он, ни от кого не прятался, никакие он не менял документы. И вообще вот это... Это не он ответил, это ссылка на него ответил. Ну, да я не знаю, доподлинно это его или нет, но, в общем, за его как бы подписью мы не можем верифицировать это. Но смысл в том, что Чубайс, да, вот насчет Путина, это уровень, знаете, бабушек, которые сидят на лавочке и сплетничают. Вот он мне сказал, мне там кто-то показал фотографию, что это за уровень вообще государственного деятеля, который ориентируется на какие-то слухи, он ничем не отличается от той же Валентины Талызиной, которая упрекала Пугачёва в еврействе, в Нимом. У Чубайса действительно еврейская кровь, он, по-моему, еврей, настоящий еврей. И что теперь? Но тут следует вспомнить, что совсем недавно Путин опять проехался по национальности Зеленского, и вот там было ещё больше антисемитизма, чем с Чубайсом, потому что по поводу Зеленского сказал, что этнического еврея специально Запад поставил, чтобы героизировать нацизм. Я вот, видите, прямо дословно привожу эту цитату. Мне кажется, это более важно, что он проехался по Зеленскому. Но я согласен с господином Маликом, что Путин антисемит независимо от количества друзей. Это не охранная грамота. И все антисемиты абсолютно под копирку говорят одну ту же фразу. Я не антисемит, потому что у меня друзья евреи. Это одно другого не исключает. Вы понимаете, такой парадокс. Вот у нас тут тоже есть среди нас евреи. Так что, если мы начинаем спорить нас в антисемитизме обвинять, это не показатель. И почему он сейчас прицепился к Чубайсу, я абсолютно не понимаю, хотя сразу начали ходить слухи, что возьмут сейчас за Роснана, за его каких-то окружения. Самого Чубайса я не знаю. Его можно обвинить в розыск, его можно назвать иностранным агентом. У России сейчас руки развязаны, но почему сейчас как раз вспомнили про Чубайса, я не вижу никакого информационного повода для того, чтобы каким-то образом его сейчас уязвить. Чубайс, я согласен с господином Маликом, это очень такой лакомый кусочек для российского общества. Это такой вот нарицательный уже образ, особенно связан с ваучерной приватизацией, когда он сказал, что на один ваучер можно будет купить чуть ли не два автомобиля. Все это прекрасно запомнили, поэтому он очень такой отрицательный персонаж, и Путин этим воспользовался, чтобы, может быть, каким-то образом даже поднять свой рейтинг. Но я думаю, что Чубайсу ничего конкретного не угрожает, хотя могут его объявить в розыск, объявить какое-то уголовное дело против него, но это ему, так сказать, совершенно не помешает дальше существовать. Господин Маймон, вы, наверное, в курсе, что в Украину ездит ревизор. Точнее, уже приехал ревизор, это госпожа Пицкер, да, госпожа Пенни Пицкер, это вообще известный американский политик, просто министр торговли в США при правительстве Обамы, да, то есть при президентстве Обамы, она с 2017 года министр торговли, она вообще уроженка известной фамилии, это очень богатые люди, владеют хаятом. кстати, её далёкий-далёкий прадед, да, он, соответственно, родственник, он выходец из Украины, да, и из Киевской области, то есть ей, как бы, Украина близка. Но меня вот в этой всей истории с назначением Пицкера заинтересовало следующее, значит, она в интервью, она в интервью, она в интервью европейской правде, европейская правда, это ответвление от украинской правды, вы хорошо знаете, вот она, значит, заявила следующее, сейчас найду вот эту цитату, однако для того, чтобы отримывать кошты из полученных штатов Америки, да, то есть я давайте переведу для зрителей, хотя, думаю, гости понимают украинские, но тем не менее, для того, чтобы получать далее деньги от Соединенных Штатов Америки, необходимо будет выполнить некоторые условия, и это никого не должно удивлять в Украине, причина та, что наше правительство хочет видеть, что Украина прогрессирует в разных сферах, мы хотим видеть пространство, которое сприятло, то есть благоприятное для частных инвестиций, да, то есть отныне теперь все деньги, которые поступают в Соединенные Штаты Америки, не будут поступать под конкретные условия, то есть мы не говорим о военной помощи, мы говорим об инвестициях, о восстановлении экономики Украины, то есть мы понимаем, что здесь с одной стороны были претензии Украины по части с борьбой к разкоррупции, и второе, это попытка Соединенных Штатов Америки усилить влияние на Украину и в Украине. Господин Майман, как вы оцениваете собственно назначение подобного ревизора, как госпожа Пицкер, потому что она вплотную будет работать с европейскими коллегами, что это означает для Украины, как вы считаете? Чего тут удивляться? Несколько месяцев назад американцы назначили ревизора, ревизоров, которые занимаются слежкой за средствами, направленными Соединенными Штатами для украинской армии, потому что тогда появились, помните, казусы, что боеприпасы или вооружение, которое было направлено в Украину для того, чтобы бороться с русскими, внезапно оказывалось в третьих странах. И тогда впервые американцы решили направить своих ревизоров в Киев. Что касается этой дамы ревизора, не секрет, что уже несколько месяцев американцы начинают в полуоткрытую говорить, что они недовольны темпами реформ проводимыми украинскими правительствами. Это было слышно до Вильнюса и после Вильнюса, что не видно этих коренных реформ, которые должны изменить, приблизить экономический строй Украины к западным стандартам. Я думаю, что это первая задача госпожи ревизор. Вторая это, конечно, инвестиции, то есть укрепление почвы для американских инвестиций в Украину. То есть мы должны ожидать, что очень недолго будет согласованная программа восстановления Украины. Она должна быть обнародована до конца военных действий, до конца войны, не после. И я вообще не сомневаюсь, что большинство того, что интересно в этой программе восстановления Украины, попадет на американскую долю. Я имел много лет назад приятность и неприятность возглавлять такую программу Ребюльд Ирак с польской стороны после войны в Ираке. Мы вот там повезли на огромное мероприятие американского мероприятия в Аммане, не знаю, там порядка двухсотен польских предприятий, инфраструктуры, те, которые строят дороги, железные дороги, там все прочие. И наконец, не получили ни копейки от американцев, ни одного заказа. Все заказы, как вы прекрасно все знаете, попали в американскую казну. И я думаю, что может быть, это, конечно, не будет так радикально, как произошло с Ираком. Процесс восстановления Украины будет в определенной степени. То, что выгодное в этом процессе, оно приберет к себе в руки наши американские друзья. Поэтому всякие подготовительные меры как визита ревизора имеют какую-то осуществление. Господин Майман, правильно ли вас понимаю, что те процессы, которые сейчас происходят в Украине, а именно мы видим национализацию, изъятие с частной собственности олигархов крупных кусков типа Укрнефти, там других крупных предприятий. Вот эти все мероприятия, они по сути направлены на то, чтобы, ну и самое главное, то, что осталось, это то, что относится к одному известному олигарху, это предприятия энергосферы, которые тоже должны вроде как быть национализированы. это все готовится под приватизацию американцев. Не все. Уж не обобщайте, пожалуйста. Но кое-что да. Кое-что да. Я думаю, что когда придет период восстановления украинской экономики, на этом заработают, дай бог, не олигархи украинские, мы говорили в начале о хлебном кризисе Польши-Украина, в нем в определенной степени, во-первых, виноваты украинские олигархи, которые начали забрасывать страны Восточной Европы украинским хлебом. Ну, вот это что означает, что вопрос о олигархах в Украине все-таки не решен. Это прекрасно, то, что вы говорите, что кое-что было сделано, ну, политическая, экономическая такое олигарх? Это борюга. Ему место за решеткой, но никто за эту решетку не попал, если, конечно, не поспорил с Путиным. И вот пока будут существовать в украинской экономической реальности, политической реальности олигархи. Ну, мы так не будем полностью уверены, что вот Украина на хорошем пути в Евросоюз. Ну, с другой стороны, господин Маймен, это же хорошо, если американцы и европейцы будут владеть крупными компаниями в Украине и даже влиять на политику в Украине, это хорошо, потому что лучше, чтобы это делали американцы, чем украинские олигархи. Извините, что хорошего, чтобы на политику вашей страны влияли иностранные капиталисты, я ничего хорошего в этом не вижу. Нет, понимаете, я вижу хорошее в том, что, скажем так, американские компании, которые заходят в Украину или зайдут в Украину, они тем самым сформулируют запрос на более основательную помощь и долговременную страны Соединенных Штатов в Америке и Украине, потому что здесь будут американские компании. С другой стороны, это намного лучше, чем украинские олигархи, которые высасывали из украинской экономики ресурсы, но при этом практически ничего не давали взамен. Так что, пусть лучше это будут европейские и американские компании. Разрешите, во-первых, мне бы хотелось, чтобы направление развития украинской экономики, в том числе восстановление Украины решали не страны G7, G7, украинцы. Это раз. Во-вторых, простой же пример. Самым крупнейшим зарубежным инвестором по течении последних двух лет в Польше являются корейцы. Это не имеет никакого влияния на внешнюю, внутреннюю, экономическую, всякую политику страны. То есть, то, от чего надо избавиться, это неаппетитное слияние бизнеса и политики. Пример Дональд Туз, бывший польский пример, ни разу его все этому упрекали, ни разу за 7 лет, когда находился на посту премьер-министра, не встретился с зарубежными бизнесменами. За чистоплотность. Вот так. И еще одно предложение о нашей первой теме. Я бы не хотел, чтобы украинцы огорчали, что вот премьер Моровецкий только на них обиделся в связи с делом о украинском хлебе. Почему-то премьер Моровецкий во-первых обвинил за все это дело Берлин. Что как-то помещается в политической логике польских товаров? Спасибо. У нас последняя тема. Это тема, которую мы в прошлый раз не обсудили. Это господин Мангот, австрийский журналист, который работает в Украине, с которым борется господин Малик в Твиттере, в социальных сетях. Постоянно что-то публикует в Фейсбуке на тему господина Мангота, который... не Мангот. Его не зовут Мангот, это другое. Я с ним тоже борюсь, но это... Я имею в виду господина вешается. Это сопка австрийского телевизора. Ну, да, вы сейчас расскажете. В общем, суть в том, что на Австрию проходит некая российская такая дезинформационная кампания о том, что происходит в Украине. Расскажите господин Малик. Ну, это достаточно длинная история. И надо, конечно, обобщаться. Все начинается с того, что этот человек объезжает всю Украину после 25 лет. 25 лет, господа. Он ездит по этой стране и Кранион не находит никакого, ни одного, единственного положительного слова. Никогда. Вообще никогда. Я этого человека, как сказать, лично знал. Я его встретил, но, к счастью, очень давно не видел. У меня нет никакого желания с ним общаться. С 2014 года он официальный собаку австрийско телерадиокампании и с тех пор он проводит свою политику. Я это сознательно так называю. Он проводит политику, занимается политикой и не сообщает объективно о событиях в Украине. Он очень, очень, очень много себе позволял. Ну, начиная с Майдана, где он по-прежнему, кстати, иногда ставит, например, на Фейсбук, что Майдан был профинансирован. Ну, мы знаем этот нарратик, мы знаем, кто стал распространяться, мы знаем, кто по-прежнему верит во все эти теории и заговоры. Потом, когда Россия аннексировала Крым, господин вершиц туда ехал, разговаривал с всякими коллабоционистами, посылал все это в австрийский эфир. И потом он дословно сказал, что Россия за 5 лет вкладывала больше денег, чем Украина до этого за 25 лет. А почему человек такой говорит? Он хотел таким образом разве как-то оправдаться оккупацией или аннексию и так далее. Вот таких просто совершенно чудовищных высказываний было очень много. Но 15 августа этого года состоялся очередной скандал, когда в главном выпуске новостей австрийского телевидения господин вершиц показал зрителям интересный сюжет о том, что по его мнению сошкаливает в Украине коррупция. И что как он дословно сказалось, далеко ли все мужчины ходят воеваться в Украину. И чтобы было понятно, что он имеет в виду, он показывал два ролика. Один ролик на одном ролике можно видеть, как захватывают и арестовывают человека. И на другом ролике было видно, как вершиц рассказал, что это в Украинской Университете и там арестовали какие-то студенты, которые хотели позиции в Украинской Армии. Я сразу думал, что странно случится. Буквально через день начинается скандал. Оказывается, там вообще в первом ролике не был арестован какой-то укронист от украинской Армии. На самом деле этот ролик показывает, как СПУ арестовала сотрудника российского ФСП в Одессе, между прочим. И второй ролик показывает, что украинские поклонничники захватили по-моему какого-то человека, который хотел выехать из страны. То есть ни в каком университете на самом деле речи не шла. Этот университет даже по-прежнему не был. На границе с Польшей и Вешуц рассказывал, что тут арестовали очередного украинства, который не хотел выехать. Начинается скандал. Сначала эта австрийская телерадиокомпания ввела себя так, как все ожидали. Пресс-служба сказала, что это просто абсурдное обвинение, что у нас нет никакой по-российской обновленности, потому что раскратиковали вот это освещение этого сюжета, что коррупция есть в Украине, это мы все знаем, и что далеко не все хотят воеваться, это мы тоже знаем, в этом нет ничего особенного, это не если Господин Вешуц не нашел именно вот эти факты, это мы без него знаем. Но иллюстрировать свой сюжет просто ложными источниками, вот это скандал совершенно гигантского масштаба. И вы знаете, я думал, что по этому поводу Господин Вешуц лишится аккредитации и украинская власть его просто вышла из страны. Но этого пока не произошло. Спасибо. Это не все, это не все. Я не буду вставаться во всякие подробности, я знаю, что на это нет времени, но важно сейчас еще одно. Буквально через четыре дня после этого скандального репортажа по австрийскому телевидению господин Вешуц сделал следующее. Я надеюсь, господа, что вы все сейчас хорошо сидите. Он взял интервью у того коллаборациониста, которого Россия поставила в углову Сапорожской АЭС. Как вам это нравится? Он взял, ну, онлайн, естественно, взял у этого коллаборациониста интервью и послал это интервью в австрийский эфир. Причем Вешуц составил этому шалкому существованию ни одного единственного критического вопроса по поводу его деятельности. Он Вешуц просто давал этому человеку философствовать о том, что российские войска присутствуют на территории АЭС, чтобы я процитирую дословно, чтобы защищать этот объект. Конец цитаты. Ну, господин Малик, это просто провокация. Это очень провокация. Здесь же вы сами на фейсбуке опубликовали список участников от иностранных правительств голосования на временно оккупированных России и украинских территориях во время так называемого единого дня голосования в России. Вот, пожалуйста, иностранцы, которые нарушали европейцы законодательство Украины и участвовали в контроле над этими фейковыми выборами, незаконными российских оккупантов на оккупированных украинских территориях. Поэтому это, знаете, как это случай, который вы описали, это, может быть, наиболее бросающийся в глаза случай, потому что это здесь на телевидении, но мы помним, извините, депутатов французского парламента и итальянские депутаты, которые приезжали в аннексированный Крым, много чего помним, поэтому до войны. Поэтому, как говорится, да, кстати, ваша бывшая министра иностранных дел, она вообще переселилась в Санкт-Петербург, куда привезла свою пони. Поэтому, да. Это, кстати, вот все эти события как-то связаны, что когда сообщили о том, что госпожа Кнесло переехала в Питер, родной город Путина, как известно, никто не удивился. Но только через день появились сообщения о том, что она привезла своих пони, причем на порту российского военно-транспортного самолета. Я сначала не хотел в это верить. Я думал, сначала это... Смотрите, господин Малик, хорошо. Почему я в этом рассказываю? Потому что в 18-м году, да-да-да, в 18-м году госпожа Кнесло сидела в кресле министра иностранных дел Австрии и нами правила. Ну, она выступала за господина Вильяшевца, которого решили аккредитации в Украине. И многие очень надеялись, что господин Вильяшевец уже не получил свою аккредитацию. Но, к сожалению, и это очень большая ошибка украинских братхей, к сожалению, через несколько недель он вновь ее получил. Заканчиваем с этим господином. Заканчиваем с этим господином. У нас осталось несколько минут. Короткие вопросы, то есть короткий ответ господин Майман и Евгений. Вот тема, вы знаете, что в Украине борются с уклонистами. Президент Украины Владимир Владимирович Зеленский заявил о том, что будет бороться с коррупцией в военкоматах, в ЛК. И это очень важная, правильная позиция президента. И представители партии мы обсуждали, заявили о том, что будут изымать украинцев, сбежавших за рубеж, обратно в Украину через экстрадизационные процедуры. На что уже были получены ответы ряда европейских стран, включая Польша, Австрия и теперь Германия, о том, что это, в принципе, невозможно. Это очень долгая процедура. Причем выдавать воюющую страну в принципе не будут. Да и к тому же во многих странах есть особенности военного права. Поэтому нужно будет доказывать подлог и мошенничество при получении соответствующих документов, чтобы инициировать уголовное производство, потому что через военное право это вопрос не решить. Евгений, была статья на Дойчевеле, поэтому у меня вопрос к вам, говорят ли на эту тему в Германии, потому что на Дойчевеле была статья. Да, действительно, я читал эту статью и есть правовые такие моменты, действительно, не могут выдать Украине этих уклонистов именно по таким соображениям правового так сказать права, правового направления, то есть из-за юридических тонкостей, но я не слышал, чтобы в германской прессе, в других источниках эта тема широко как-то обсуждалась, хотя количество солидное, я сейчас цифру не назову, сколько находится уклонистов так называемых в самой Германии, но вы правильно сказали, что при всем желании, может быть, которого нет, выдать их невозможно именно по правовым особенностям Германии, они не считают это вообще каким-то преступлением, если человек не хочет воевать по каким-то соображениям, например, пацифистским и так далее, есть такое понятие как альтернативная служба и так далее, так что здесь эта тема не нашла такого большого резонанса. Господин Майман, завершающий аккорд нашей дискуссии, говорят ли на эту тему в Польше, вы уже поднимали этот вопрос в прошлый раз, что изменилось за неделю, были ли дискуссии на эту тему? Да ничего на этот чат никто не говорит, потому что это вообще абсурдно. Как провести экстрадицию в 80 тысяч уклонистов, которые находятся на территории Польши? Потому что нельзя коллективно принять решение, что вышли сначала 40 тысяч человек, а потом других 40 тысяч, и польские полицейские будут бегать по лесам и улицам их искать. Это абсурдно просто. Нет понятия коллективной экстрадиции. Но отозвался генерал Скшепчак, очень видный польский военный, бывший замминистра обороны, который предложил что-то другое. Из этих 80 тысяч уклонистов создать бригады, дивизии в Польше, на территории Польши. Он привел пример в 1940 год, когда из поляков, которые оказались на территории Франции во второй мировой войне, генерал Щикорский, главнокомандующий, создал польскую армию Франции, которая потом переехала в Великобританию. Но он забыл о небольшой детали. В 1940 году Франция находилась в состоянии войны с немцами. Но я не слыхал, что Польша находилась в состоянии войны с Россией, что мы здесь создавали украинский регион. Хотя есть небольшой прецедент, очень секретный. То есть в Польше действуют организаторы русского региона. Русского региона, мигрантского региона, русского региона, который воюет на стороне украинцев. Я разговаривал с этим очень приятным человеком, бывшим депутатом Российской Думы, и он мне объяснял, что Москву освобождать должна не украинская армия, но русские регионеры. Спасибо. Понятно. 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 Я даже догадываюсь, с кем вы говорили, с каким таким депутатом. И даже догадываюсь, на каком форуме вы говорили. Ну, хорошо. Спасибо большое, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, за это интересное интервью. С нами был славомер Майман, известный, естественно, польский эксперт, разместитель поединительной безопасности Варшая, Мартин Малик, независимый политолог с Австрией и Парец с российской агрессивной пропагандой на пространствах Австрии, в частности Вена, и независимый политолог, то есть журналист и политолог, который стал политологом тоже за это время. Спасибо, друзья, и до новых встреч. До свидания. Субтитры и cap Субтитры Спасибо.